Для полноценного обеспечения безопасности движения, предотвращения и снижения дорожно-транспортных происшествий, связанных с летальными исходами, а также создания комфортных условий для участников движения. Ташкентский городской кингяж народных депутатов принял решение ограничить скорость движения транспортных средств до 60 км в час на всех улицах в пределах Малой кольцевой автодороги. На некоторых улицах скорость движения транспортных средств ограничена до 50 км в час. Возможно, этой новостью не совсем порадуются любители скоростной езды и те, кто вечно куда-то спешит. Но давайте посмотрим на ситуацию через другую призму. Так чем же была обусловлена важность введения новых ограничений и насколько опыт зарубежных стран, которые уже внедрили эту практику, оправдал себя? Согласно данным ВОЗ, каждые 24 секунды кто-нибудь погибает на дорогах. Ежегодно во всем мире жертвами дорожно-транспортных происшествий становится порядка 1 миллиона 350 тысяч человек. Значительную долю этих летальных исходов можно было бы предотвратить, поскольку причиной смерти примерно в одной трети этих случаев является повышенная скорость. Исследования показывают, что в большинстве стран 40-50% всех автомобилей превышают норму на дорогах. А разница между движением с установленной скоростью и её превышением может означать разницу между жизнью и смертью. В этой связи уместно было бы вспомнить социальный ролик, подготовленный специальной комиссией Австалии по изучению дорожно-транспортных происшествий. Он начал тормозить вот здесь. Когда он заметил девушку, его скорость была 65 километров в час. Но давайте изменим одну небольшую деталь. Теперь он едет в 60, когда замечает её. И на этот раз он сбивает её на скорости всего в 5 километров в час. Она заработала ушиб ноги, и мы никогда не были бы вызваны на это происшествие. Как видите, иногда даже разница в 5-10 километров в час может решить судьбу человека. Это также касается более крупных ДТП. И нет сомнений в том, что новые ограничения позволят существенно сократить количество летальных исходов на дорогах. В соответствии с решением, скорость движения автомобиля снижается до 60 километров в час во всех улицах Малой кольцевой дороги. При этом скорость на некоторых улицах ограничивается до 50 километров в час. В этот список включены улицы Решера-Наваи, Махтум-Кулэ, Амира Тимура, Ислама Каримова, Тараса Шевченко, Бабура, Фурката, Малая кольцевая дорога, а также территория вокруг сквера Амира Тимура. В то время как весь мир переходит к этой практике, было нецелесообразным оставаться Узбекистану в стороне. Потому что этот опыт уже успешно оправдал себя. Наши депутаты единогласно поддержали это решение. Чтобы перейти к нему, мы проводили изучение на местах, узнавали мнение общественности. Ограничив скорость с 70 до 60 и 50 километров в час, мы сможем сохранить миллионы жизней. Речь идет в том числе и о наших детях. Да, были и мнения, что снижение скорости приведет к пробкам на дорогах. Это не так. И с ограничением в 50-60 километров в час вы спокойно доедете до вашего адреса. Возможно, уйдет чуть больше времени. Но мы должны знать, что на дороге мы не одни. Превышая скорость, можно вовлечь за собой и других, вовсе невиновных людей. На практике мы знаем немало подобных летальных исходов. Да, люди не сразу привыкают к новым ограничениям. Это факт. Однако нужно осознавать то, что все делается во благообеспечения безопасности нашего народа. И те, кто сталкивались с этой ситуацией, знают, что лучше приехать на 10 минут позже, чем вообще не доехать до адреса.